Такая же точная реализация шаблона команда тоже есть просто метод call. Аргументов ему не надо. У этой штуки только один метод. Вызови и я начну работать. Ну, во-первых, ему разрешили кидать exception. Ну, вообще говоря, в процессе вычисления может быть exception. Иначе получается, что я начинаю прятаться от check-at exception. Возникают эти уродливые try-catchи, при которых я просто перехватываю check-at exception, например, вызвать внутри run-able thread-sleep нельзя. Thread-sleep кидает interrupted exception, run его не хочет и начинается. В call-able разрешили. Кроме того, я не уверен, что это уже чистая шаблон-команда, но что метод call что-то вычисляет и возвращает. Фактически ожидается, что вы пользуетесь. То есть это скорее такое вычисление. Вы все сформировали, кого-то бросили. Оно позже там выполнилось и вернуло вам значение. Я, на случай, пошел чуть дальше, потому что мне не нравилось, что у меня call-able бросает только exception, именно класс java-lang exception. И поскольку в java-generic распространяются на исключение, то я сделаю такой трюк. Мой метод call так же, как у call-able. То есть ты его дженерифицируешь каким-то результатом, он его вернет. Ну, как есть array is для стрингов, array is для интегеров. Я могу сделать unit of for для интегеров, unit of for для массива стрингов. Кроме того, я говорю, что эта штука каждый раз, когда я экспонсирую, я выбираю, какой exception она кидает. Вот. Мой transaction-менеджер. Что он делает? Он просто-напросто. В общем, в java-generic все те же самые. Это какая-то штука, что ты ей даешь. один unit of for. И она вот в рамках метода call, то есть весь этот unit of for, его метод call будет выполнен в рамках одной транзакции. Сейчас смотри, как я это использую. То есть у меня это quiz-контроллер. Он при помощи какой-то магии получает себе, ну, при помощи dpds-rejection, получает себе экземпляр transaction-менеджера. Вот эта штука. То есть у тебя есть, тебе нужно работать с данными, вот тебе даоха. Две даохи, пиши две даохи. Три-пять даох, то есть спринт, все, что по именам найдет, тебе установят. Ты хочешь определять границы транзакций, теперь у меня только работаешь с даохами, тебе обязательно нужен transaction-менеджер. Иначе в ней не хайная работать, в общем-то, не будет. Ну, pointer решительно выбрасывает. Так вот, transaction-менеджер, хорошо. И когда мне нужно, и кто был на pointer лекции о Java 8, да, вот это упростят. Но сейчас получается, то есть когда мне нужно, смотрите, вызвать request-down select-by-id. Я на лету генерирую анонимный inner-class реализацию интерфейса unit of war. Ну, по сути дела, то есть я хочу, чтобы transaction-менеджер определил границы транзакций вот для этой одной строчки. То есть перед вот этим select-by-id транзакция начиналась. Ну, gdbc не позволяет явно отмахать начало. И после того, как эта строчка выполнится, был вызван commit, если не будет exception, и rollback, если будет exception. В чем прелесть? Я могу сделать вот так. Ну, return мешает. И теперь у меня 4 обращения к базе данных будет одной транзакцией. И идея как бы в этом. Я налету. Да, тут надо, конечно, подумать, но я генерирую сейчас анонимный inner-class в рамках экземпляра сервлета. То есть сгенерированный в таком случае анонимный inner-class захватит ссылку на мой сервлет. Это нехорошо. Но если мой transaction-менеджер написан корректно, то по сути дела он ее не сохранит. То есть в этом проблемы с garbage-corrector не должно быть. Хотя вот опять же говорю, вот трюк, если вы в сервлете генерируете или фильтре анонимный inner-class, то по факту он захватывает любой inner-class, он захватывает ссылку на объемлющий класс и если там где-то сохранили, по факту у вас залипла ссылка на сервлет. Чего не надо было делать. Да, ну сейчас оно не очень. Ну, когда это может быть действительно... У меня есть... Смотрите. То есть для чего я делал все эти трюки. Я хочу, чтобы когда на форм-тед на быстро что-то было надо прикрутить. Я делаю это так. Тема дао. Делаем. Но при этом я хочу, чтобы когда я все еще раз собрался, у меня вот тут оказалась тема дао. Я не хочу знать, откуда она берется. То есть в этом сила спринга. Ты там, для всех бизнес-сущностей в системе, у тебя спроекированы даожки, и они все уже прописаны в твоей xml. Если схемы наименований хорошие, то когда ты хочешь еще работать и с темами, ты сразу автоматически знаешь, что для чтения тем у тебя будет тема дао. Если ты работаешь с веб-сервисом, у тебя есть четкое название. У тебя есть допустим там ВС, ВС тема ВС. Если что-то хочешь там послать по веб-сервисам, у тебя есть тема ВС. Квис, Квис, ВС. То есть сила правильной схемы наименований, которая совершенно сквозь весь проект. В таком случае я могу прямо тут писать, не имея на руках хоть что-то, строить подобные штуки, не ходя, не узнавая как класс называется, где они лежат. Хорошо. То есть тут схемы наименований. Если у меня, у меня сейчас прописано, если у меня в xml есть тема дао, то ее имя тема дао, с маленькой буквы. То есть сила простых наименований. Хорошо. И вот я хочу, чтобы сейчас в транзакции у меня было, допустим, у меня сейчас такого нет, допустим, будет какой-то, у квис дао там, допустим, уже там insert что-то там, тара-та-та. А, ну вот, например, такое. Я делаю selectByIn, получаю какой-то result. Да? Теперь пишу, if result там что-то, я не знаю что, что-то. В таком случае я делаю вот эти вставки, да? Допустим, вот так. Ну или update. Да, да, да. Что там делать, там update? Сила в том, что вот это написать, то есть если вы достаточно долго на проекте, модель для вас родная, то есть вот эта новая страница создается за 15-20 минут. То есть это если вам надо дизайн делать. А так копипасту можно за 5 минут сделать. Ну надо взять страницу, такая же как страница квизов, только вот там еще можно добавлять теги и удалять, и блокировать что-то. То есть сила в том, что у вас граница транзакция определяет в этот класс. То есть если вы ему в метод call передали unit of for, наверное, нехорошо, что методы одинаково называются. Ну какой-то инбок надо назвать. Мы передаем экземпляр вот этой unit of for, кто transaction manager должен обеспечивать, чтобы вот перед вот этой строчкой фактически транзакция началась. то есть у этого connection он был либо свежий, либо у него только что вызвали commit или rollback. Какая реализация метода call? Сейчас глянем. А вот тут надо сделать commit или rollback и call. А в доошках этого нет. Потому что, вообще говоря, идея в том, что количество доошек, количество методов в доошках меньше, чем количество страниц во фронтенде. Если это не так, то вы в принципе можете. у вас всего 10 страниц у сайта, то вы можете завести 10, этот шаблон у Fowler называется, Fowler там, тут 5 разных шаблонов по работе с данными. Самый ранний называется transaction script. У вас есть всего 10 страниц и на них всего есть 10 кнопок давай что-нибудь изменим. В этом случае такие доложки, транзакции, вам не нужно. Вы просто делаете куда-нибудь один класс. У меня есть 10 методов. О, вот нажал кнопку и вызвался метод. Внутри метода вы получаете connection GDBC, сшиваете кучу эскелей, получаете, в конце делаете комит робок. Ситуация ухудшается, когда у вас возникает очень много бизнес сущностей, например. Они становятся очень сложными. И все еще хуже, когда у вас методов, допустим, сотни, у вас есть 100 бизнес сущностей, у каждой доложки, допустим, 10 методов, у вас тысячу методов разных. Тысячу разных эскелей вы кидаете в базу, а фронт-энт у вас еще более мощный. То есть реальный сайт, куда каждый день добавляются, удаляются страницы. В таком случае у вас на сайте могут быть сотни тысячи кнопок. Под каждую писать, именно под кнопку писать метод нехорошо. Потому что под кнопкой постоянно подознают что-то новое. Сегодня, после нажатия кнопки добавить это, у вас старые удаляются, а в следующий раз они не удаляются, а архивируются, а потом не архивируются, а блокируются и так далее. Намного лучше придумать, что заключается. В том, что у вас есть бизнес сущности, у вас есть entity какие-то. и для каждой entity есть entity DAO. И в этом DAO перечислены все методы, все акты, которые вы обычно делаете относительно этой entity и базы данных. Вы, наверное, создаете новую, выбираете по ID. Может быть выборка по очень сложному критерию. Вы отображаете это в методе очень простой сигнатуры. Выбрать последнее, выбрать, ну вот, самое страшное, это выбрать 10 рекомендуемых, топ 10, топ N рекомендуемых данному пользователю новостей. То есть просто на фронтейн захотели. Есть страница, там какая-то страница, там какая-то будет колонка, а тут должны быть рекомендуемые новости. И оно меняется постоянно, добавляется, то есть вы уже не можете для этого, ну для всей страницы написать один метод. Сходи в базу, возьми все, что нужно для страницы. У вас много разных областей. Тут новости, тут кроссворды, тут все это. То есть вам уже проще отказываться от того, что для каждой страницы отдельный метод. Вы говорите, нет, у нас отдельные методы для бизнес-сущности. и вы найдете до удовольствия метод. Select Top Recommended. да, тут будет Int сколько, да, Top Count и все. А вот это, наверное, чудовищный скей. Возможно, у вас есть несколько методов Top Recommended. Например, те новости, которые понравились тем же самым пользователям, те новости, которые там, с теми же тегами, с которыми данный юзер читает. И еще добавить три новости, которые просто новости дня, там, чтобы война начала с деньгутом. Все читают. И потом, вы на фронт-энде, вашу меняющуюся логику под нашим этой кнопкой, вы должны как-то легко клепать из работы с бизнес-сущностями. Вы говорите, вот у меня такая транзакция. Я хочу пойти, добавить, удалить, взять, заменить, положить. Хорошо. Как сделать транзакция? Следующее. Тут тоже я накрутил с классами, потому что именно так это я бы делал в реальном проекте. Есть JDBC. Какой интерфейс? DataSource. Откуда он появился? Да, его практически все используют на самом деле его. Смотрите. Как шло проектирование абстракции для JDBC? Решили, что у нас есть класс драйвер. Он соответствует, вообще говоря, непонятно чему. Ну, то есть, тут это в спиклаже не скажу. Ну, я класс пасс получил, положил в джарник, майсквеллерский. А вот этот класс соответствует как бы вот тому джарнику в класс пассе. Хотя, опять же, сейчас не скажу, что если я создам три экземпляра драйвера из одного джарника. Они что-то связаны или нет? Ну как? Хоть четыре. Он возьмет первый попавшийся. Не, вот это я реально не знаю. Слепить в один джарник несколько... Если на уровне JDBC драйвера и на самого джарника прописанное ограничение на количество, на какое-нибудь ограничение, то оно у каждого экземпляра java.esql драйвер, или они там через статические поля говорят, не-не-не, ты создал драйвер, получил возможность создать тысячу коннекшенов. Делаешь new драйвер, оно говорит, не, дудки, первый уже выживал все коннекшены. Ну, в данном случае, как бы, драйвер это таки синглитон, это главный представитель базы данных на твоей стороне. Вот тут я не знаю. Ну, надо на самом деле создать пару драйверов и построить... То есть, если у меня два экземпляра драйвера, то есть, и первый все ресурсы сожрал, второму выделят опять ресурсы или нет? Ну, например, они могут разделять порты или что-нибудь такое вытворять, что второй не создается. Да, кто он как-то? Он, в принципе, не против, но второй не поднимается. Выбери другой порт. Тут не знаю. В общем, драйвер, как бы, соответствует глаз пассе лежащим что-то. Есть connection, который соответствует одному физическому соединению с базой данных. как-то не соотносится, что драйвер производит коннекшены. Для менеджмента драйверов ввели драйвер менеджер. Он, как бы, собирает коллекцию драйверов, позволяет осуществить выбор. Потом какой-то момент оказалось, что, в общем-то, нужна была еще одна абстракция, которая немного идет, как бы, в разрез вот с этой частью. Бери такой интерфейс, он не сравнивался в GDBC, DataSource. Скажем, давайте попроще. Courses и source. У одного C, у последнего другого. Итак, смотрите, есть интерфейс, DataSource. Это штука, у которой, да, тут запрет, он там что-то еще наобещал, зачем-то вот. В общем, такая штука, у которой можно просто брать connection. В принципе, если драйвер, то есть, драйвер вполне может быть в том числе и DataSource. Есть такой принцип, называется Interface Segregation Principle, который говорит примерно следующее, что, представьте, у вас таки получилось какая-то сложный класс. Упростить его нельзя, потому что вот он вот так и есть. Да, в принципе. Ну, у вас есть вот GDC как драйвер. Да, потенциальный. Или там, кэш. Ну, вот у вас кэш, у него сто пятьсот сеттер. Мы не можем распилить, это все свойства одной сущности. Да, такой гипер-супер-синглетон. Мы не можем развалить его идеологически на части. Ну, потому что, да. В таком случае, что предлагают? Не давать этот класс пользователям. А предлагают ввести, если у этого класса есть разные, как бы, разные роли, то ввести несколько разных интерфейсов на каждую роль. класс. То есть тут обещает интерфейс три метода. Например, регистр, анрегистр. А этот метод имеет, например, draw, drawLine, drawRack. Ну, отвечает за адресовку. А этот метод адресает, отвечает там за инициализацию какую-нибудь там. Init, SuperInit, WDestroy. Зайдите отдельные интерфейсы. Пусть ваш класс имплеметит все эти интерфейсы. И все реализует. И тогда, если кому-то нужно только рисовать, то у вас есть специально там, например, drawRack интерфейс, у которого есть только методы, отвечающие за адресовку. То вы ваш класс отдавайте ему, приведя ваш класс к этому интерфейсу. Не давайте людям в руки сложных классов. Смотрите, когда вы в руки получаете arrayList или просто лист, вы видите очень много методов. Да? В принципе, вы можете привести его, например, к коллекции, дайте человеку, он видит меньше методов. Если человек хочет просто пройти по вашей штуке и распечатать, да, какой-то универсальный класс, например, у вас класс, который перебирает экземпляры коллекции и все посылает в базу данных. То дайте ему iterable. Один метод – iterator. Он возьмет iterator, который тоже упрощенный вид. HasNextNext, HasNextNext, и все вставит в базу данных. Не давайте ему лист. Это как бы один из подходов инкапсуляции. То есть человеку нужно, чтобы правильно работать, знать один метод. Ну, два метода. HasNextNext, HasNextNext. Ну, как там выбрать? Не давайте ему, то есть, когда вы проектируете, не давайте ему все в виде интерфейса лист. Дайте ему самый тощий интерфейс, который ему хватит для работы. В принципе, если на той стороне честный человек, который кроме своих двух методов ничего вызывать не будет, то вроде как нет проблемы передать ему целый интерфейс лист, а не iterable. На самом деле определенная проблема есть. Он честный человек, он вызывать не будет. Да? Он – это вы. Отличный, кстати, фильм про шизофрению «Кто вы мистер Брусс?» Вот такой. Кевин классно лезет в машине, а сзади сидит другой классный актер, не помню, другой в ухо ему шепчет «Давай кого-нибудь убьем!» «Давай кого-нибудь убьем!» Этого черного дядьку никто не видит. И время времени подавать. Итак. Так вот. DataSource. Да. Чем плохо передавать? Тем, что смотри, у меня есть какое-то распечатывание, посылание в базу данных. Да? Я ему там… Есть метод save. Я буду написать здесь лист, да, там чего-то, на каких-то своих объектов. А могу такой же самый метод спроектировать и дарейку. Человек, который проектирует этот мой самый DB-saber, ну, наверное, это уже будет называться… Это entity, да? Будут называться, наверное, entity-down. Если… То есть, в принципе, он честный человек. Он просто переберет все и сохранит базу данных. Но если я даю ему такой интерфейс, или такой… В чем разница? Тут точный интерфейс, тут толстый. В том, что я даю толстый интерфейс, а потом резко решил сделать рефакторинг. Ну, то есть, я теперь эти штуковины храню, например, в виде value в мапах. Да? У меня есть какая-то мапа, но более-более простая. раньше, раньше у меня был лист чего-то там этих антитей, лист там, не знаю, документы. Пусть там был док. Да? И тут этот док. Док-док. Лист документов. Потом оказалось, что документы у меня все уникальны, я хочу сделать set документов, да? Это что вы говорите? Нет, нет, так не прокатит. Я компилируюсь, я только вот сейв для листов. То есть, фактически, они так не пользуются, другими методами. Мне говорят, извини, нас когда писали и компилировали, нам четко сказали, что метод сейв получает лист документов. Ты говоришь, да, но set документов также хорош. И в таком случае, если там указал тощий интерфейс, я говорю, тебе будет дана штука, которую можно перебрать. Ты же хочешь просто все перебрать с начала и до конца. Тебе все равно, что начало, конец, индексы не нужны. Если бы ты печатал только четные документы, тебе нужны индексы. Тогда практически ничего не поделаешь, надо, наверное, давать лист. или, ну, индексы, потому что. Если хочешь просто перебрать, то выбираем тощий интерфейс. Как минимум, тебе оказывается, что, во-первых, и set, и лист, я могу сделать. У меня была MAPA. MAPA ID на документы. Да? Я пишу вот так вот. MAPValues. Кто скажет, какой тип у MAPValues что он возвращает? МAPA. Ты его предметал? Добрый. Нет. У меня MAPA, типизированная, ключи, integer, value, документы. У MAPA можно взять... Set, он с set значением? Collection. Да. Он различает collection на value. Если у MAPA делаешь кей, кей-set, наверное, то он возвращает set-кей. У нас кей-интегер. Что это? ID документов, а вот документы. Я пишу MAPValues, получил вообще collection документы. Я вообще не знаю, что это. То есть MAPA сама не говорит, какая конкретная коллекция. Возможно, они сделали кастомную коллекцию. То есть, если я начинаю хранить свои документы вот так, и для посыла базу данных для MAPValues, моя штука говорит, не-не, я хочу лист. И мне приходится делать касты. New array list от MAPValues. Он говорит, окей. То есть, я перекладываю, то есть, я начинаю с массового типа, только для того, чтобы в этой синатуре. Если вы сделали это Rable, то все было хорошо. MAPValues? Окей. Можно заключить мапы? Окей. Reset? Окей. Окей. Давай сюда. Это то, что называется программировать под интерфейсом. Фактически, интерфейс Segregation Principle, он как раз говорит, что если у твоего объекта множество разных ролей, то ты для каждой роли создай интерфейс. И когда кому-то ты нужен, то возможно ему нужна только одна из ролей. То у него в синатуре укажи эту роль. Появляется как интерфейс Autoclase. Ты имплементишь Autoclase, он говорит, требую методы closed. Ты сделал этот closed. Он говорит, спасибо. Теперь ты можешь это кому-то try try с ресурсом. Ты интересен, только Autoclase. Ну, все остальное неинтересно. Кроме того, можно сказать, что этот интерфейс Segregation Principle, он способствует капсуляции. Но я могу свой тяжелый объект, у которого о нем известно много. Привести к такому интерфейсу и передать. Я передам тот же экземпляр объекта. Но в том конце о нем знают мало. Я приведу Autoclase и дам кому-то и скажу перед коммитом транзакции не забудьте вызвать close. И вот у вас есть специальный тип, у которого только один этот close. Итак, интерфейс DataSource рожден из этих же идей. То есть это просто источник Connection. То есть методы GetConnection и GetConnection по логину, по слову. То есть драйвер это как бы абстракция соответствующая вот этой штуковине в ClassPass. Собственно GDVC драйверу. А DataSource они говорят, не-не-не, то всегда сложно. Это просто источник Connection. Откуда вы их берете? Может вы берете, например, четные Connection из одного драйвера или четные из другого? Ну, вполне может быть. Например, я ставлю какой-то эксперимент. Да? У меня есть два GDVC драйвера, я решаю каждый сотый Connection задавать из нового GDVC драйвера и посмотреть самую скорость. То фактически я реализую абстракцию DataSource. У меня не целый новый драйвер. Итак, да, кроме того у меня еще предки какие-то. и вот эти предки наобещали методов. Методы какие-то технические, что тут можно какая-то своя попытка логирования сделана. PrintWriter это то, чем является OutputStream. какой-то логин timeout сколько ему ждать получения connection штуковина куда он был писать свои логи какой-то parent логер короче, там пошли java kill конкурент в java kill логинг. common data source и еще jdbc такой интерфейс не знаю кто использует появился совсем недавно java 1.6 вот который просто говорит что если класс является декоратором другого класса мы этим пользоваться не будем поэтому поскольку мне сейчас я делаю свой класс base data source второе название skeleton data source abstract data source то есть задача этого класса реализовать все вот эти дурацкие методы которые мне не интересны из интерфейса data source у меня все методы кидают в support and operation exception кроме одного который это абстрактный класс абстрактный метод это connection get connection я не хочу все это реализовывать теперь у transaction manager что я завожу transaction manager я еще отпилил transaction manager это transaction manager input ему нужен data source да он имплементит и transaction manager и сам является data source сейчас покажу зачем это сейчас смотрим почему он transaction manager во-первых так это тоже неинтересно сейчас я говорю у меня есть data source я сам transaction manager откуда набрать connection тут есть такой принцип проектирования single responsibility принцип принцип персональной ответственности единой ответственности большинство из этих принципов описаны подключались секунда так у java користов у користов потому что у них была лекция вот есть соглашение кодирование вот basic level там еще нет вот здесь роберт мартин чистый код большинство принципов которые перечисляю я есть у него то есть это общие принципы проектирования вообще любого кода не только объектно ориентированного интерфейс segregation принцип у него есть второе это single responsibility принцип который говорит что каждая сущность должна иметь только одну ответственность сущность это например имя это переменная плохой пример это input stream он возвращает тебе int но у него два смысла если это минус один значит данных больше нет это буллерский флаг интерпретирую его как false если же число не отрицательное то как будто у вас в одном инте зашита двое ответственность он вам сообщает что данные есть true то есть является буллером и одновременно он и является данными байпом то я плохой пример нарушение по методу иметь такой метод который если сможет то вставит а если не получится то он пошлет по xml а если не получится то он еще что-то сделает то есть плохо в примере с классами то есть класс который делает несколько трюков одновременно типичный пример типичный пример на нарушение принципа но это не значит что это плохо это просто принцип вот это класс например integer с одной стороны это класс для боксинга его экземпляры создаются new integer он 12 и ты получил ссылочный тип который аналогичен 12 примитивным окей с одной стороны но с другой стороны у него есть куча статических методов он является библиотекой типа нам например я не знаю там какой то там cint maxint ну да ну maxinteger окей можно в общем как там какие-то битовые операции это статический метод ты ему даешь другой integer то есть вообще говоря это класс у которого есть приватное поле value он говорит нет статичный метод он не пользуется полями ты дай мне другой int я посчитаю в нем количество ненулевых битов то есть в этом смысле наверное корректней было бы вынести какой-нибудь integer mass берешь класс-обертку это просто класс тебе говорят это просто класс-обертка в жаре все просто есть примитивы есть класс-обертки это решение открываешь обертку там 2040 кода ты говоришь закрыл так поэтому я решил что transaction manager отвечает исключительно да для чего нужен интерфейс сервер responsibility принцип я все время пытаюсь распилить что у меня ответственность одна была на одном классе у меня transaction manager отвечает только за границы транзакций а connection он берет из другого места что это позволяет потому что я сейчас прямо взял и на этом другом месте повесил пул соединений и теперь transaction manager отдельно а пул соединений отдельно два разных класса и они друг о друге абсолютно ничего не знают и так transaction manager хочет data source окей ему выставят set data source вот тут сила спринга я говорю мне нужен data source делаешь себе setter и все а потом ты пойдешь отдельно в xml и подумаешь так откуда брать мне data source но когда я проектирую свой класс я делаю одну ответственность откуда брать connection и как подстанется к mysql это не проблема этого класса и я сейчас могу не решать и так как выглядит да у меня есть thread local перемена о коннекшен прошлый раз мы с вами смотрели сразу перемены с вами рискались фактически transaction manager видимо должен быть синглитоном как бы синглитоном или нет не неважно а а когда у него вызывают call то что он делает он он идет в реальный data source и берет у него connection get connection та штука выдает connection он connection вызывает after commit выставляет false потом set it себе thread local переменную этот connection потом вызывает unit of work если вот эта штука не сломалась по exception он делает commit если сломался он делает rollback возможно любой exception типа это что делать надо подумать тут все равно rollback желательно finally он в storage локальный для потока устанавливает null и connection закрывает то есть просто что он делает он на время вызова вот этого метода мы смотрели по то чтобы на java core то есть я вызываю метод f он может вызвать метод g и потом метод k а метод g еще вызовет синус и еще что-нибудь там и он что-нибудь вызовет но когда мы перед вызовом метод f мы в этот поток в этот самый storage который привязан к потоку кладем туда set set connection вызываем f он вызывает все другие методы но это все происходит в этом же потоке то есть если эти методы захотят получить connection именно просто обратиться и взять у этого сторожа там все еще один тот же connection главное что те методы не должны вызывать ни commit ни wrongback они просто берут отсюда connection пользуются и все и не запоминают его это все дерево прошло вот этот например сделал storage get connection этот сделал storage get connection при этом они получают один и тот же connection потому что они в рамках одного и того же потока я не должен все методы передавать в аргументах этот самый connection для них это вроде как есть синглитон какой-то где лежит connection они приходят берут только я при помощи магии делаю что все кто в рамках этого вызова получает один тот же connection и в конце когда я метод вызвал я в конце ну во-первых очищаю storage set null мало ли там pull потоков тонкая зачем я в thread local переменную положил connection на время работы метода когда метод надработал я туда убрал и вот тут у него вызываю этого connection commit rollback а теперь смотрите что я делаю тут конечно трюки на уровне чистого программирования каким образом заставить доожки брать ваш connection так что было красиво мой transaction manager сам является data source я заэкстендил base data source чтобы не реализовывать эти 20-10 методов data source они на самом деле уже нарушают контракт data source data source это источник данных источник connection и вдруг у него оказывается set writer какой-то потому что это data source я себе делаю метод getConnection я обязан его сделать метод getConnection это из data source что я делаю когда у меня спросят getConnection я иду в storage привязанный к потоку и вытаскиваю в connection возвращаю а если connection нет равен если не равен нул я возвращаю connection если равен нул я кидаю exception он вызвал метод getConnection не внутри transaction manager а как же так если ты делал и класс и дата source тут метод и есть я дата source Он extended abstract list и implemented list, хотя когда заходишь в abstract list, он implemented list, он просит, чтобы читабельнее было. Да, то есть ты заходишь, тебе не надо ходить внутрь предка и смотреть. Так ты смотришь, моя штука в конце будет list, random access, planable, serialize. Даже все предки это уже на имплементере. Просто повторяйте. Повторение у нас ни к чему плохому не ведет. Итак, смотрите, что теперь я делаю. Quiz Dao. Нужна конкретная имплементация. Она пока моковская. У Quiz Dao Mocha. Я тоже пишу, ему чтобы работать, моку не надо, gdbc что нам будет нужен. Нужен будет data source. И ему его установят. И когда я буду делать select by id настоящий. Давайте это не ломать. Это будет уже на следующей паре. select by id gdbc. Я сделаю следующее. Я возьму data source. Get connection. Получу себе кон. С коном поработаю и все. Я его не открываю, не закрываю. Моя доложка, когда существует, у нее есть поле data source. Вот он оттуда берет connection. В принципе, можно было бы сделать ей полем прямо connection. Тоже можно. То есть когда доожка существует, у нее прямо есть connection. Можно и так, тут выбор. То есть ей не надо думать, откуда взялось отсоединение с базой данных. Роль доложки, вот правильно знать, как сигнатуру метода превратить в SQL. И как полученный назад result set распарсить вот в эту часть. То есть как из нее собрать весь. И чем вот хорош Spring действительно? Он позволяет выдерживать множество программистских принципов. И при этом, давайте просто посмотрим, что происходит теперь в up-context DAO. Я объявляю какой-то data source. Этот класс мы еще не смотрели. Это сложный data source, реальный. Которому сообщают, да, C3P0 или C3PO. C3PO, это робот-переводчик. А у меня, наверное, 0 или О, наверное. Так, ну, на 0. А, не там 0. А, пишется 0, а произносится О. О, да? А, робот-пло. А этот 0. А этот 0. Это такой connection-pool. Connection-pool – это некоторая система, которая поддерживает, как пул потоков. То есть, когда не хватает, он создает новое. Если больше не нужны, он их не убивает, а пул. C3PO – это такой пул коннекшенов. Он позволяет нам разорвать вот эту вот нездоровую взаимосвязь, зацепку несоответствия между тем, что южная часть хотела бы иметь сверхкороткие транзакции на время, собственно, работы в контроллере, и потом она хочет забыть про connection. Она хочет сделать ему close, сказать, что все, я больше не использую. А база данных хочет вечно живущих коннекшенов. И этой штуковине надо сказать, что ты будешь пулом, там можно кучу и данных дать. И я говорю, драйвер, класс. Ну, она хочет, там конкретно C3PO хочет. Класс, JDBC URL, юзерней, паспорт – все даю. Транзакшен менеджеру? Я задаю твой класс, транзакшен менеджер, импл. Наверное, импл – плохое расширение, им уже как-то отразить, что я, типа, thread local transaction менеджер. Я инфля finances до zag нечел, я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok